Поехали! Сегодня мы находимся на автодроме Политехнического университета, где проходит конкурс лучшего водителя автобуса. Около 30 водителей борются за это звание, демонстрируя лучшие результаты на экзамене и доказывая, что они крузят руль быстрее всех. Сейчас мы узнаем имя лучшего из лучших. Ежедневно наш транспорт и наши водители перевозят больше 300 тысяч пассажиров, поэтому, наверное, это самая близко общающая, скажем так, с населением категория специалистов. Конкурс важен. С одной стороны, мы повышаем престижность данной профессии, с другой стороны, мы повышаем уровень профессионализма наших водителей. Больше 30 человек участвуют в этом конкурсе. Это говорит о том, что наши предприятия-перевозчики городские приветствуют его. Мы внедряем новые тут упражнения специальные. Я думаю, с каждым годом под эгидой Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города конкурс будет становиться все шире, интереснее и профессиональнее. А как вы думаете, почему супруга решила идти за вами в этой профессии? Ну, это вот ей вопрос. Это опять же муж сказал, у тебя все получится, давай попробуешь. И вот попробовали, и уже много лет в этой сфере трудимся. Какими сложностями вы сталкивались в течение вашей работы? Может, есть какие-то прям такие случаи запоминающиеся? Ну, сложностей особых нету. Когда любишь и уважаешь работу свою, все сложности и какие-то неприятности, они все отходят на задний план. У меня, допустим, патрубок побежал, что делать женщине. Ну что, звоню ему скорее, техпомощь моя. Ну, и он поможет. Когда-то и самой приходится все открутить и закрутить. Ты уже прям разбираешься, да, в конструкции? Ну, конечно. Где не разбираешься, доходишь все равно, что где-то находится. Удивительно. Какой у вас настрой? Присутствует ли страх? Ну, не страх, а волнение. Конечно, присутствует. Хочется себя тоже показать с лучшей стороны, что мы не хуже мальчиков. Девочки справляются с этой профессией. Волнение, конечно, есть. Но стараемся его убрать, и муж меня в этом поддерживает. Добрый день. Здравствуйте. Мы предоставляем новую модель автобуса CityMax, производства Павловского автозавода, который ходит в группу ГАЗ. Это современная городская модель автобуса с очень удобным салоном, с очень удобным эргономическим местом для водителя. Данный автобус на газотопливе, то есть он экологически чистый, с заботой о нашем городе, об экологии. Также с заботой пассажиров. Какой классный, просторный салон! Вы правильно обратили внимание, здесь большие накопительные площадки и очень удобные эргономичные сидения. Также сидения все оборудованы ручками. На весь салон автобуса идет кондиционер, то есть разводка кондиционера сделана так, что она не попадает напрямую на пассажиров, но тем не менее охлаждает весь салон данного автобуса. И на самом деле очень удобный мягкий руль. И очень хороший обзор. И очень хороший обзор. Огромнейшие зеркала, показывающие полностью информацию по данной машине. Здесь включение, допустим, освещения салона, подогрев сидений водительского имеется в виду, открывание дверей, регулировка наклона автобуса, то есть данный автобус может наклоняться, подъезжая к бордюру для удобства по грузке. Наклоняется, а как наклоняется? Меняется, то есть вот так вот. Как интересно. Дуэ технологии. Я себя чувствую прям как на борту самолета с этими кнопочками со всеми. Также здесь климат-контроль в машине. И вот такая большая шайба, это включение автоматической коробки передач. Внимание, внимание, пассажиры! И мы готовимся к началу движения. С какими сложностями вы сталкивались на протяжении вашей работы, большего водительского стажа? Скажем так, большая... Такую самую кавицу. Да, очень большая проблема у нас с тем, что частники... Ну, короче, залипают в телефонах. И вот из-за этого как бы случаются мелкие аварии, и как бы из-за этого получаются очень большие пробки. Вот это вот очень большая проблема. Как в целом вам испытания вообще? Ну, сегодня... То есть вот в этом году поинтереснее, скажем так. А вы в прошлом году тоже участвовали, да? И в позапрошлом. Какие эмоции, какие сложности? Как вы оцените себя вообще? Ну, себя не очень. Не очень. Ну, сложности в том, что... Как сказать... Так как я работаю совсем на другом автобусе, то есть меньше габаритном, сложности больше с размерами. Ну, на дороге это совсем другое. То есть там как бы езда другая. А здесь уже как бы это прочувствование габаритов интереснее, намного интереснее. Конкурс, наверное, это же не только соревнования, да? Это... Любой конкурс подразумевает перед собой, что люди собираются, общаются, пытаются показать то, что они умеют. То есть это своего рода обмен опытом, обмен знаниями. И в то же время это освещение этого конкурса в СМИ, в наших каналах, в наших социальных сетях. Может, какие-то молодые люди, которые сейчас стоят перед выбором профессии, кем он хочет стать, посмотрев этот репортаж, этот ролик, посмотрев, что это его брат, отец, примет для себя какое-то решение, что для ему эта профессия интересна, и он выберет ее для себя в будущем. Профессия водителя, конечно, важна, потому что без этой сферы, сферы жизнедеятельности города просто невозможно. То есть если завтра не будут на авто, на линию автобусы, трамваи, троллейбусы, многие просто не смогут добраться до работы, не смогут выполнять свою профессиональную деятельность. Ну и город будет парализован, поэтому водители, конечно, нужны. Друзья, ну что, настает самый волнительный момент, потому что первое место у меня в руках, вот сейчас я объявлю победителя. Итак, занявший первое место в конкурсе лучший специалист города Краснодара 2024 года по отрасли транспорт в номинации водитель автобуса организация ИП Литвяков Николай Геннадьевич. Неоднократный победитель Чайкин Юрий Владимирович. Каждый год повышается квалификация и водительского состава, и обкружающего, как говорится, организаторской способности. Ну все прошло на высоте. Что для вас было самым сложным сегодня? Или вообще ничего? Ну, перебороть волнение, наверное. Волновались, да, все-таки? Не с полной уверенности шли? Как экзамен, есть экзамен. А какие эмоции вы испытали, когда назвали вашу фамилию в числе победителей? Еще и как самого главного победителя? Ну, не знаю, благодарность за то, что оценили мое профессиональное качество. Как вы оцените конкурентов сегодня? Все достойные ребята, все были на высшем уровне. Но мне чуть-чуть повезло. Почему? Ну, вчера день рождения было, наверное, часть дня рождения.